И везде висит ящичек. Написано пожертвование на что? На обед. И вот мы были в Москве у отца Кирилла. Выходим. Уже спускаться вниз. Я голову обернул. Как-то за дверями ящичек там висит. И проходим мимо. Стоп. Уже спустились по летящей площадке. Я всех разверну назад. Каждый положите. Мы у них писались. А они где будут брать? Они не работают. Так что у нас, хотя ящика нет, я громко говорю нет. У кого будет желание чем-то помочь, с кухонным работником подойдите. Мы не просим. У нас редко столько гостей бывает. Но мы ни от чего не откажемся. Потому что нам каждая копейка дорогая. Вот у нас дети. Сколько детей? Больше половины бесплатно. Совершенно бесплатно. По одному. Девочки по одному. Допустим, я не знал сколько детей. И вдруг узнал, что там детей больше чем есть. Я даже деньги заплатил. Я сегодня возвратил. И все. Почему? Потому что мы все дети одного Отца Небесного. А у меня обслуга работает. Ни у копейки они не получают. Вот они. Все. Так они приехали-то когда? В начале мая. А то бывает еще раньше. Лагерь надо ремонтировать. Огород посадить, чтобы эта зелень у нас была. А где я возьму? Им даже выехать в Барнаул не на что-то. Я стараюсь осенью. Из того, что было, немножко дать. Вот они. Никита, Володя. Но я получаю пенсию. У Виктора Николаевича летние какие-то учитель дают. А у них нет ни чего. Совершенно ничего, ни копейки. Не считая там, что дадут, вот здесь поедут. Но он приезжает, ему что-то купить. Ему нужен жесткий диск. Жесткий диск он не может купить. Мы умоляем кого-то. Ну купите кто-то. Понимаете? Я вещи о нем говорю вот как раз. Так, сейчас закончится здесь крапеза. Вы сразу все садитесь. Вы не заводите от фуга. Для того, чтобы не пропустить. А вы сразу подходите и садитесь. За руки никто не вытащит. Добавку первую, если кому-то не хватило кушать. Первую добавку можно кушать. Видите, рыба, да еще красная, да еще такая, селедка. Понятно, что не на улице. Сколько они готовят, чистят картошку. Так, сегодня надо будет картошки достать. Верни, живи как-то где? Наверное, на пекарде. Не знаю. Нет. Мешок развить надо с собой в путешествие. И эту, которую картошку будут брать путешественники, нужно промыть. Вот, видите, сделать теплую, промыть большую. Самую хорошую отобрать. Это в путешествие. Не возить туда-сюда кожурки. В дороге ездят, готовят у нас кастрюля на 5 литров, чайник на 5 литров и решетка рассчитана на это. Мы сами печку делаем из земли. Вот мы едем, когда и готовить надо. Ну, или как бывает, там что-то поставить где-то, висит на палочке где-то. У нас другое. У нас почти 100% тепла отдается, прям закипает. Лопатка с собой. Мы выкапываем примерно 35 сантиметров траншейку и глубину примерно 35 сантиметров. Ну и длину около 80 сантиметров. И у нас с собой сделана такая решетка, которая проушена на нее, решетка от холодильника. И большие проушены уложатся, непровернутая решетка. И ставится чайник на 5 литров, наверное, и кастрюля. И под ним делаем, то есть печка внизу. Ну, буквально немножко совсем топлива и все закипело. Уезжаем, все отец закладываем, заравниваем дернам, нигде ничего нету. После нас от края до края проехали, ни одной порошинки не осталось. То есть мы к этому относимся, как нам Господь подливает, все беречь. Поставьте, мы же сейчас говорим. Татьяна, поставьте слаб чай. Вполне возможно. Не стрекочите. Видите? Какая картина. Сколько нам братьев Бог дал. И выглянем на нас тоже в Борн-Ветернице больше. Вам это никак не помешает. Акторитет вас не привезет. Раз мы это имеем, мы обязательно другим должны сказать. Потому что бородобритие уподобляет мужчину и женщину. А две мамы в доме без отца, это многовато. Яйцоподобные лица иметь. Зачем? Христос был с бородой. Апостолы с бородой. Пророки с бородами были. Святые отцы иконы, пройдите. Я прошел, у нас в Бокровском соборе 475 ликов. Безбородование одного, вот что доказывается. Ну есть безбородый Ян Богослов и Пантелеима. Ну не 16-летние мальчишки там примерно. Это естественно. Если кто не знает сравнение, у Якова была дочь Дина. Она была очень любознательной, пошла посмотреть, как там справляет праздник. Сабантуй-то. Ну ее вот смотрел княжеский сын, Емор, сын Сихемов. И сделал ей насилие. И написано, она была обесчещена. Что такое обесчещена? Понятно. Отнята честь ее. Ну дальше закончится кровавая баня. Но когда слуги Давида были на половину бороды обрезаны, написано, были очень обесчещены. В Библии лишних слог нет. Согласно Слову Божьему, мы видим обритие бороды, усугубленное пониманием в Боге, выше, чем то, что сделали с Диной. До Казадину там погибли люди. А за эти бороды, посчитай, сколько десятка тысяч погибло. Началась война. И война эта закончилась, конечно, победой Израиля. Вот так. Маленький пример. На что она борода дает? В первую очередь свидетельство. Открытое. Я выхожу из вагона. Проводница. О, а что ты бороду-то отпустил? А я не отпускал, и она сама вышла. Все. Да ты побрей бороду, да ты. Да как тебя, жена к себе. То есть, обязательно это связано с блудом. И поэтому борода-бритие называется блудодейная ересь. Ротопопов-вакуум. Мученик. Не прикасайся. В Вибрии было дано указание. И вот вышел, допустим, словарь был раньше иллюстрирован Ньюстримом. Баптисты. Ну, люди-то не православные. И они изображают пророков-апостолев, все с бородами. У меня был большой журнал «Баптист», такой крупного формата. 1910 год. Сидят там другие, лежа лежат. Все до одного с бородами. Ленин. Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Самому старому 30 лет. Все до одного с бородами. И бабушкины все сидят. Что говорит-то? Ну, показано Илья Николаевич Ульянов и его сотрудники. Но те уже в годах. Все до одного с бородами. Что непонятно-то? Да ты раньше посмотри, какой Верещагин. Какая борода. Адмирал Макаров. Посмотри, какая. Посмотри, у Попова, изобретателя радио. Жиденькая бороденка, но нетронутая. У него же борода, как у Хошемина. Как у отца Дмитрия Смирнова. Там три волосинки. Другое дело, вот она борода сидит. Бородой могут обозвать. Я как-то иду, а за сараем мужики выпивают. А я иду с хозяйкой. Увидел. Э, здорово, борода. А что тут обидного-то? Жена сразу, не бойся, свои бороды побрели на чужую. Дерзость женская. Я говорю, что ты делаешь-то? Он сейчас станет тебе, бутылкой прогладит по мозгам. Я ему отвечаю, добрый день, безбородые. Я ничего не сказал. У Наполеона был министр иностранных дел Талайран. Он при пяти императорах был. И однажды Наполеон сильно-сильно его прописочил. Ты, да ты такой договор сделал, ты родную мать готов продать. Юда. Он ни слова не возразил императору. И когда увидел, что все сказано, он повернулся и заковылял. У него хромая нога была, вот как у Марьясова. Снял плащ, в дверях обернулся и только сказал, какой великий человек. И как он дурно воспитан. И закрыл дверь. И одной фразой он все его те разы смел. Великий человек и дурно воспитан. Библия говорит, слова мудрого человека, сказанные спокойно среди мудрых. Выслушиваются лучше, чем крик среди глупых. Люди, когда крещат, почему крещат? Они отдалились друг от друга. Они рядом стоят и крещат, друг друга стараются перекрещать, да рот широко раскрывать. Муж на жену, жена на мужа. А когда друг друга любят, заметьте, они стоят и прям шепотом разговаривают. Любовь сближает. Голос не требуется повышать. Я говорю, потому что глухой, мне всегда нужно напряг давать. Я не вижу, там поели или нет. Кто-то бы сказал мне. Нет, там нельзя. Нельзя, значит нельзя. Посидим чуть-чуть. Так, деревянске надо повестить, что служба шеперек. Но сейчас раньше, из-за костра. Готовьтесь. Кухня вся должна быть на костре сегодня. Предупреди, ни одного, чтобы не оставалось. Это может быть последний. Потому что дети завтра некоторые уезжают. А у нас закон. Если лагерных меньше 12, костер отменяется. Все. Меньше 12 детей. А завтра у нас может убавиться. Не только взрослых, но и детей. Вот спрашивать наелись или не наелись нельзя. Потому что не наелись. А вот 20 минут пройдет, можно спросить. Через 20 минут у человека чувство совершенно другое. Потому что пища до жады желудка. И чувство, что ты не наелся, уже нету. Оно пропадает. Почему-то такое изречение у врачей. Говорит, если не доел, это значит наелся. А если наелся, значит переел. А если выходишь, пыхтишь, ой, переел, значит отравился. Вот в церкви придумали такое выражение. Окормлять. Кто это придумал? С какого времени? Окормлять, мы открываем словарь. Оказывается, окормлять, переедать, отравить. И такое слово применять к самому святому делу. А как причастить? Тайм Христову. Просто и понятно. А все окормлять, окормлять, окормлять. Слово рождение свыше заменили воцерковлением. Считаю, абсолютно неприводным для верующего. Рожден свыше или нет? Один вопрос только. Вот мне сегодня задали фотографу вопрос. Какой самый большой грех? Ну, православному задай, какой самый большой грех? Неведие. Убийство. Самоубийство. Чего это? Семь смертных грехов. И Дух Святой, говорит, придет и обличит мир о грехе, о правде, о суде. О грехе, что не верут в меня. Все. Самый большой грех не верит в Иисуса Христа. Не верит это плохой отец. Не верит это плохая мать. Не верят в плохие дети. Потому что ничто попало, дело долгует. Это плохие правители. Плохие депутаты. Плохие продажи и судьи. Не веря в Бога. Не веря во Христа. Вот я дальше встал, говорит, показал двуперстия. Старобрядцам понравилось. А которые новообрядческие, то есть не коня, но им зовут. Они говорят, ну уже так. Я тогда старобрядцам не угодил. А как правильно? И то, и другое неверно. Я с детства приучен двуперстиям. Но я поместил снимок, где я показывал. И там внизу написало. Двоеперстии и троеперстии элементы ереси. Те и другие не согласились. Я говорю, для доказательства всего две минуты. Кто на кресте умер? Троица не умирала? Нет, а мы изображаем крест креста. При чем тут троица? Крест вещественный. И на нем может быть только вещественное. Духовное на кресте не было распито. Второе. Божество бесстрастное, говорит Иоанн Златоуст. Христос – Бога-человек. И вот в Бога-человечество показывает старобрядцы. Согнутый средний палец – это небеса, пригнутые к земле. И умер Бога-человек. Не умирал Бога-человек. Умерло человечество. Божество бесстрастное. Первое. Второе. А как правильно? Иоанн Златоуст говорит. И совершалось крестное знамение и одним пальцем. Бог един. Кресту срыгна. На аренах мира. Но тогда как относятся ко кресту? А вот как. Человечество на кресте претерпело казнь. И нанесено было пять ран. Две в руки, две в ноги, одна в бок. Католики молятся. У них пять пальцев. Ты, сшедшись в небес и воплотившись о Деву Марии, нас, погибших на левой стороне, переведи на правое. Это единственное правильное, которое соответствует. Но я не католик и так молиться не собираюсь. Но мы должны это знать. Для себя. Как молились, так и будем молиться. Но заноситься не надо. Когда дашь объяснение, старобрядцы сразу умолкли. Ну, опровергай Златоуста или опровергай Священное Писание. На что у тебя дерзновение больше или дерзости? Едят или нет? Все уже. Поели? Да. КОНЕЦ Вы бы её хоть раз дали этой девочке, чтоб постояли У меня такое правило, слева стоят самые маленькие девочки, а справа самые маленькие мальчики Они требуют наибольшей защиты А у людей никак, увидели маленькие дети, педофил Я объясняю, педофил означает любящий детей Я их люблю и защищаю А, так не педофил, значит ты садист, ты их наказываешь Угновенно переменяется всё Бог и наказывает, и любит И кто он? Любящий Бог Это моя паства Господи, благодарим Тебя, Христе Божий наш Яко насытилась и нас землю Твоих благ Не лиши нас и небесного Твоего Царствия Но яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси мир дая им Прийди к нам и спаси нас Аминь Аминь Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и пресно и во веки веков аминь Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови Господи, не пройди нищих сиротов, одиноких, парализованных Лежащих на одре болезни на операционном столе Увращуй их Прийди на помощь, благослови правителей Дай им добрый разум Даруй патриарху, епископам, священникам и пасты Духовное рождение свыше Продли мир и дай его Израилю, России и Украине И всюду идет война Тебе Божья слава Тебе хвала, счастье и поклонение Отец Сыне и Святой Дух Аминь Маленькое пожелание Мы идем в храм Желательно, чтобы пошли все Если дети малые, служба длинная будет Будет еще и исповедь Это можно выйти Отдельно детей будут выводить в соседнее помещение И там ими занимаются в это время Не уходите, не оставайтесь в лагере Не тоскуйте Там у нас очень хорошо Другое место зайдете в комнату Там есть где комната для ребенка, считай Спортзал целый Куда положить У меня эпиграфом жизни Так как я уже за бугор жизни зашел Давыд говорит Дней жизни человеческой 70 лет А при большей крепости 80 И самая лучшая пора их труд и болезни Ибо проходят быстро и мы летим Люди говорят, ну дни летят А описание говорит не они, а мы И есть такой маленький ролик Кажется он 17 секунд продолжается Женщина лежит, потуги делает В роддоме И вдруг вырывается из нее ребенок Ленту рвет И летит маленький ребенок Где-то в космосе Облака И сразу Крещит уже взрослые Руки держат Прикрываются Еще дальше видно Юноша летит Наконец видно Старик беззубый Лысый И вниз кладбище Бах Гроб Дым поднялся Кто видел это? Видели Видели Ну вот и все Вот на этом периоде моей жизни У меня эпиграф стал Не тот который был раньше Раньше я служил в морфлоте МФ М Буква показывает вот М И Ф вот так глухонимые Морфлот У меня осталось МФ Молитва и форум Так вот Сто восемнадцатый столом Сто шестьдесят четвертый стих Это эпиграф Моей сегодняшней жизни Я его просто на молитве выплатил Молился Молился Господи Дай мне какой-то стих На который я мог бы равняться Я просто с Богом разговариваю Как с моим любящим отцом Люди не понимают Ну я сказал сорок раз Господи помилуй А я считаю это кощунство Больше трех раз Никогда не надо говорить Но в церкви я подчиняюсь Дома никогда не буду И Давид говорит Семикратно в день Прославляю тебя За суды правды твоей Не за то что ты мне дал А за то что суды идут За Украину За Майдан За Освенцим За все Ну я в большом масштабе беру За Херасиму За все За суды Правды твоей Семикратно в день А Ян Затауз говорит При множестве Заботка Государственный деятель Шарик Пророк Он находил время Семь раз Отвлечься и встать на молитву Ну я встал Семь раз Ну а что означает один раз Как быть Лоб перекрестить Я тоже тогда встал в молитву Господи У Серафима было правило Вот такое там Богородицу считать Столько-то раз А мне какое правило И у меня правило Своё вышло А вот вы его выслушайте Я к чему подговариваю Слышу Это правило От шести с половиной до семи минут Оно совсем небольшое Но в него столько вложено Первое Начинается Боже милости Боже милости Я к чему говорю Скажи Мы имеем право Прибавлять в Библию Я не только с ним беседовал Нет Ну почему Трица Соломона Тридцатая глава Пятая шестой стих Говорит Не прибавляй к словам его Чтобы он не обличил тебя И ты не оказался лжецом Бога нельзя поправлять Я говорю А ты зачем В алтаре прибавляешь А где я прибавляю Ты отче нас считаешь Ну да Считай Он считает Я говорю А ты слова Где ты нашел Отца и Сына и Святого Духа Какое отношение Отца и Сына и Святого Духа К отче нашу Отче наш это Евангелие Зачем мы добавили туда Это Арий напугал вас Вы не знали куда всовать эти слова Это Арий Вы не можете Арий так тряханул вас Вы тысячи лет не можете опомниться Отца и Сына и Святого Духа Нет этих слов Избави от лукавого точки Ибо Твое есть Царство Сила и Слава Во веки Аминь Все И у нас Наконец когда батюшки нет Это ввели Так и считается Вот это Царю Небесный и Отче наш Закончить так Это А потом Десять По десять поклонов Десять Еще так Первое Иисусу Христу Второе Божией Матери Третье Ангелу Хранителю Это по десятке Поклоны Дальше Иоанну Хрестителю Святителю Христову Никову Дальше Всем пророкам Небесным силам Апостолам и евангелистам Отдельно Всем мученикам 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 Святителям Христовым И женам и девам По десять поклонов Сто поклонов А потом своими словами И вот это раз И таких Явлений перед Богом Скажем Заходов Десять должно быть Не менее семи раз У мусульман Намаз Совершается Пять раз Но Утренние вечерние молитвы Сюда не ходят Ночные я прилепляю сюда Днем остается шесть Но если я пенсионер У меня иногда получается Восемнадцать раз в день И знаете Я не знаю Что испытал это Что-то с человеком происходит Необъяснимое Как будто бы ты все время Где-то присутствуешь Не в этом месте Громко разговаривать неохота даже Даже я Привыкший кличать Потому что я глухой В лифе В голос подаю Это что-то внутри Ты испытай это Один месяц Поставь так Время Чтобы Да я работаю Вот мы работаем на огороде Мы только Вначале работали И стали на малину Пришли на малину У меня там место На малине Пришли на Эту Платина где-то Вниз спустились Опять И чтобы не меньше семи раз То есть Днем шесть Ну я свободен У меня бы 18-20 раз в день было Понятно Абсолютно другое настроение Я хотел вот чему Подговорился Если у вас будет желание И когда мы вернемся сегодня И поужинаем Возьми собрать всех И я хотел бы Вы просите вас Эти семь минут И с вами вместе Перед вашими глазами Совершить это Разовое моление Как исти Чтобы вы увидели Как это На практике Делается Вот я лезу Голубян Лажу А у меня там Лесочка висит Щетки А это щетки Одни мне подарили Астам Геннадием Другие подарила Другая сестра У меня все дарено Моего ничего нету И вот понимаешь Это все время дает Такое чувство Присутствие Бога И вот Мы работаем здесь В прошлом году Валили деревья Так время Они ребята загадывают Вы давно молились? А я в комнате Да Они пили деревья И они уже поняли И они в двери Анна Дрежда Васильевна там Она знает Она вот время покой Помолились на свою работу Полтора часа прошло Мы опять здесь Это человек непобедимый Ему нельзя соблазнить Нельзя ничего сделать Другой настрой Вот это надо испытать Хотите? Да Да Один раз После службы Там поедим И вот сюда встанем И я выйду молитву Вперед Чтобы видно было И помолимся Если хотите Выйдем там на второе место Где ветер Мы сделали Чтоб на второй не было Прямо показать И сказать Я была на этом месте Хорм Возвращение И мы совершили Семи минуту и молитву Да Аллилуйя Ты все согласен? Я Аллилуйя Согласна я Хочешь и не хочешь Вот Вот Поварам накрывающим Спасибо 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 Продолжение следует... Продолжение следует...